Девушки отдыхают Этот человек или это государство перейти от слов к делу, или просто они таким образом, так сказать, выпускают пар. Итак, я представил основные точки зрения, основные аргументы и контраргументы по исследуемому вопросу. Какие выводы из этого всего мы можем сделать? Хотелось бы, конечно, предложить вам исчерпывающее и подробное объяснение проблемы, сориентировать вас в вопросе независимо от того, какой теории вы придерживаетесь, пацифистской или теории справедливой войны, но вряд ли это будет правильно, поскольку обсуждаемый вопрос столь сложен и неоднозначен, что любому утверждению можно противопоставить иные доводы. Поэтому более логичным представляется обобщить все услышанное и предложить наиболее разумную, приемлемую, на мой взгляд, позицию, учитывая все имеющиеся данные. Во-первых, я считаю, что приводимые в основание пацифизма библейские доводы весьма сомнительны. Почему это так, я пояснять не буду, мы уже об этом говорили и неоднократно. В связи с этим представляется неразумным принимать пацифистскую позицию на данных вышеупомянутых библейских основаниях. Во-вторых, опираясь на 13 главу послания к римлянам, можно утверждать, что власти призваны наказывать за зло и поощрять добро, так как это установил сам Бог. И это кажется оправданным, когда зло выражается в нападении одного государства на другое. Мы уже указывали на факт отсутствия некой международной организации, признанной всеми и наделенной властью и полномочиями выступать в роли всемирного судьи и карать государство за совершаемое злодеяние. Однако это не означает, что у пострадавшего государства нет права попытаться восстановить справедливость и прибегнуть к самообороне. И в-третьих, думается, что сторонники пацифизма, в любой его форме, абсолютной или относительной, имеют искаженные представления о греховной, о порочной природе человека. Как мы все хорошо знаем, сердце человека столь лукаво, что, согласно Писанию, его никто не может распознать, кроме Господа. Поэтому одобрять войну, если ее ведут по заданным правилам, или порицать ее, в принципе, исходя из приоритета пацифизма, бессмысленно и неразумно. Потому что в том и другом случае это противоречит греховному состоянию человеческой природы, испорченному состоянию человека. По той же самой причине, которую я уже упоминал, когда я говорил об оторванности от жизни теории справедливой войны Холмса, по этой же самой причине это отнюдь не означает, что теория справедливой войны совершенно несостоятельна, и что от нее следует отказаться. Однако принять эту теорию справедливой войны при необходимости можно, и можно принять ее, вероятно, лишь в измененном виде, ибо отдельные элементы этой теории в трактовке Холмса неприменимы к реальным условиям. А что касается священной и превентивной войн, то иногда они вполне оправданы. Так, например, если одно государство вторгается в пределы другого, того государства, которое не обладает достаточно военной мощью, чтобы отразить удар и при необходимости нанести ответный удар, и нападение при этом никоим образом не было спровоцировано, то попытки группы союзников этого пострадавшего государства прекратить агрессию можно с честь обоснованными при определенных условиях. Равным образом и священная война, как, например, война против Гитлера или Муссолини, также бывает оправданной. Тем не менее, я не думаю, что с самого начала можно утверждать, что войны А, Б и В определенно справедливы. Каждый отдельный случай нуждается в глубоком и тщательном анализе. И только на основе такого анализа возможен вывод о справедливом или несправедливом характере рассматриваемой войны. Итак, первый превентивный удар также не всегда бывает обоснованным. Я считаю важным повторить, что никаких оснований для ядерной войны, уносящей жизни мирных жителей, я не усматриваю. Мне известно о наличии ядерного оружия ограниченного действия, которое якобы предназначено для поражения исключительно военных объектов. В принципе, звучит неплохо, и хотелось бы иметь соответствующее доказательство, что это действительно оружие ограниченного действия. Вполне возможно, такое оружие действительно способно действовать точечно, поражая вполне конкретные заданные цели. Но скажите, как можно просчитать масштаб и степень пагубного воздействия радиации на людей в зоне применения этого оружия? И кроме того, скажем, вы живете в части государства, которая не охвачена боевыми действиями, и при этом неизвестно, насколько вы пострадаете от ядерного поражения, от применения ядерного оружия в этой другой части государства. Таким образом, основываясь на своих небольших знаниях о ядерном оружии, я полагаю, что оправдать применение ядерного оружия очень и очень сложно, если вообще невозможно. И последнее. Оценка ряда недавних войн. Я уверен, в связи со всем вышесказанным вспоминается война в Ираке. И вам наверняка хотелось бы услышать мое личное мнение по этому поводу. Я уже говорил, насколько сложно определить, справедлива ли, обоснована ли война, или проведение других боевых действий. И теперь я продемонстрирую это на примере войны в Ираке. Итак, нам, американцам, было сказано, что Саддам Хусейн располагает оружием массового поражения, и что при этом он психически не уравновешен, и что он в любой момент, при возможности, может применить имеющееся у него оружие массового поражения. Что ж, впервые мы услышали об этом не во время правления Джорджа Буша-младшего. Еще с начала 1990-х годов разведка сообщала, что Хусейн располагает оружием массового поражения, и что он вполне способен пойти на использование этого оружия. Эта информация о разведданных подтвердилась во время президентства Джорджа Буша-старшего и также во время президента Билла Клинтона. Сегодня все недоумевают, как разведка могла так ошибаться. Я в этом деле не специалист, и в подобных вопросах я не сведущ. Но очевидно, что разведданные были неверными. Но что делать, если тебе поступает такая информация? Что делать, если ты располагаешь подобной информацией и искренне убежден, что мировому сообществу грозит реальная опасность? То, вероятно, наиболее разумным решением представляется нанести превентивный, предупредительный удар по противнику, который вот-вот может применить оружие массового поражения. Мне кажется, что на момент начала войны США с Ираком разведданные говорили в пользу наличия в Ираке оружия массового поражения и связанной с этим оружием угрозы. Собирался ли Саддам Хусейн применять это оружие в отношении США? Разведка не усматривала связи между событиями в США 11 сентября 2001 года и режимом Саддама Хусейна. Думаю, тогда важно было определить, существовала ли реальная угроза США со стороны Ирака. Действительно ли Саддам Хусейн намеревался в ближайшее время напасть на Америку? Мне кажется, что степень опасности была преувеличена. В Ираке работали инспекторы ООН по ядерному оружию, пытаясь установить тип оружия, которым якобы располагал Хусейн. И если бы они почувствовали, что Хусейн планирует развязать войну, то мировое сообщество активизировало бы свой интерес к Ираку. Сегодня вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, играл ли Саддам Хусейн с ООН и с инспекторами МАГАТЭ в какие-то свои игры и какие цели он преследовал. Я также думаю, что несмотря на вывод об отсутствии в Ираке оружия массового поражения, что, вероятно, так и есть, а также заблаговременное за 8-10 месяцев предупреждение о прибытии в страну инспекторов ООН по оружию массового поражения и возможные военные действия в отношении этой страны, если у нее оружие такое имеется, были бы для меня, будь я на месте Саддама Хусейна, поводом попытаться спрятать это оружие или избавиться от этого оружия. Итак, подробности этих событий неизвестны ни мне, ни другим рядовым гражданам США. Как вы думаете, как же в таком случае можно определить, будет ли война справедливой? Я полагаю, что многие из нас рассуждали бы примерно так. Если бы в Ираке действительно было оружие массового поражения, то, учитывая особенности поведения и личности Саддама Хусейна, он, скорее всего, постарался бы применить это оружие. Однако, первой мерой, на мой взгляд, должны бы быть действия по обнаружению этого оружия. Далее, следовало бы определиться относительно способа поиска через военное вторжение в Ирак или предоставление инспекторам ООН более продолжительного времени для работы в этой стране. Теперь, оглядываясь назад, многие предпочли бы второй вариант. Жаль, что Саддам и его сторонники были столь скрытными. Представляется, что, если у тебя или у кого-то действительно есть оружие массового поражения, то зачем играть вот в такие игры? Ведь не сегодня, так завтра тот или иной дворец могут обыскать. Подобные вещи выглядят очень странно. Анализируя эту войну, ее события, и принимая во внимание, что это массовое оружие поражения искали и не обнаружили, многие сегодня могут прийти к выводу о необоснованности, неоправданности этой войны. Действия США, вероятно, следовало бы квалифицировать как превентивный первый удар. Что ж, конечно, все бы мы хотели избежать нападения Саддама на нас. Но вопрос вот в чем. Действительно ли Саддам Хусейн и его соратники представляли собой реальную угрозу США, и действительно ли превентивный удар был так необходим? Действительно ли это был единственный способ решения проблемы? Действительно ли это было последним средством? Оценить, понять, установить это крайне трудно. Рядовые граждане не располагают информацией, доступной руководству страны. Таким образом, получается, что как гражданин своего государства ты вынужден либо доверять, либо не доверять правительству. При этом, независимо от твоего отношения, правительство может говорить правду, а может лгать. Что это означает? Наверное, по прошествии времени мы можем сказать, что это была несправедливая или, по крайней мере, несвоевременная война. Надо было пробовать другие варианты. С другой стороны, в тот момент, при наличии разведданных, поступающих на протяжении более десяти лет, казалось, что основания для начала боевых действий все-таки были. Все вышесказанное наглядно демонстрирует, насколько сложно, опираясь на положение теории справедливой войны, в разгар событий, определить, обоснованной ли будет эта война. Эта трудность, однако, не исключает возможности войны, в принципе. Но у нас, я думаю, есть право возражать против той или иной войны, не одобрять ее, и в этом случае не оказывать государству соответствующей поддержки. Я думаю, это то, что мы с уверенностью можем делать, как граждане своей страны. И я полагаю, что эту тему можно еще продолжать. Но у вас есть собственные мысли по поводу войны в Ираке, а также по поводу других войн на Ближнем Востоке, например, в Азии или в других уголках мира. Печально. Очень печально, что мы живем в падшем мире. И если не делать ничего в целях самообороны, я имею в виду на государственном уровне, ожидая, что все остальные государства, страны вокруг нас будут играть по правилам, честно и справедливо поступать в наших интересах, то вряд ли это будет разумно. Такая политика государства будет нереалистичной. С течением времени войны приобретают все более и более разрушительный характер. Не менее разрушительными и пагубными становится действие людей и в мирное время. И в наше время совершается очень много ужасных событий. Возьмите, к примеру, геноцид в разных странах, например, недавний геноцид в Африке и в других странах. Нелогично думать, что, будучи предоставленными сами себе, отдельные люди и правительства, стран будут обязательно поступать справедливо по отношению к собственному народу, а также к соседствующим государствам. Понятно, что не все будут разделять мою позицию по данному вопросу, ведь этот вопрос весьма сложен и весьма противоречив. Разногласия могут возникать как по поводу общей концепции, будь то отношения к пацифизму или теория справедливой войны, так и по поводу оценки какой-то конкретной войны. Тем не менее, я убежден, что мы, как христиане, не должны оставаться в стороне от данной темы. Проблема войны это громадная проблема. Она стоит особенно остро в тех странах, граждане которых лишены права голоса. Они не могут напрямую выразить свое мнение отношения к той или иной войне, и они вынуждены жить под бременем тоталитарного режима. Представляется, как при подобном положении дел гражданин или христианин может выражать свое несогласие с вступлением, например, его страны в ту или иную войну. вероятно, возможности христианина в такой стране намного более ограничены, чем возможности гражданина, скажем, США, где в вопросах выражения мнения предоставлена значительная свобода. Итак, я считаю, что каждый случай войны необходимо анализировать отдельно, а реакция граждан будет отчасти зависеть от режима и от форм управления в их стране. И это все приводит нас к более широкой теме отношения между гражданами и светским государством. Эту тему мы будем рассматривать на следующей лекции. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok